А шестерня здесь серьезная. Женя уже винт вытаскивает. Никто сзади не стоял. Продолжу разборку станка. Моя задача снять шпиндельную бабку. Для этого немного разверну станок. И подтяну на себя. Потому что снимается она в сторону стены. Как видите сейчас я этого сделать не смогу. И понял, что удобно будет работать именно в таком развернутом положении. Потому что все рычаги и органы управления находятся сбоку справа. Чтобы отсоединить шпиндельную бабку от ходового винта я открутил болты. И есть отверстие через которое можно подлезть и выбить два штифта. Не очень удобно, но в принципе сделать это возможно. Аккуратно. Все освободили. Теперь шпиндельная бабка легко ходит. Режиссер. Звучит эльфон. Режиссер. Режиссер. И. Продолжение следует... Продолжение следует... Так же как и у меня. Вот такой линейкой хорошо. А потом надо плоскость. Она, видишь, и так показывает. У меня там больше всего. Рукой давлю сегодня. Постепенно картина улучшается. Пятен становится все больше и больше. И вот здесь яма начинает пропадать. Жарко уже становится. Сейчас возьму плоскую линейку. И посмотрим, что получается. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, давайте вам покажу, что у меня получилось. Вот такого качества поверхности мне удалось добиться. Если помните, вот здесь вот в этом месте была яма. И сейчас, как видите, ее нет. Везде плоскость. Проверена длинной линейкой. Не раз это конечно не идеал. Можно и дальше разбивать на более мелкие пятна. Но такой поверхности вполне достаточно. Но я думаю к концу шабрения. Шабри здесь очень много. Рука у меня набьется. И будет получаться гораздо лучше и быстрее. В принципе весь день я на это почти потратил. И очень устал. Пахнет, да? А кого снять? Я и так подниму руками. Сам? Да. Руки вымоем. Сколько весит? Килограмм 150 наверное. Куда ставите ее? Вот я приготовил. Процесс как видишь. Вот тоже шабрит ребята. Учитель уже научил. Но что-то уже получается. Шабрит готова? Да готова будет. Туда ее, да? Да, вот так вот. Какая тут классная шестередка. Это чтобы везде передавать момент. Видите какие у меня помощники? С ними все получится. Женя уже тут винт вытаскивает. Говорит он все у себя здесь разбирал. До мельчайших деталей. Видели какая шестеренка? Коробка вот эта вытаскивается. Пока заднюю все не разберешь. Ну тут пока есть что делать и без коробки. Так, теперь снимаем вот эту часть. Женя Койот мой друг вызвался мне помочь. Сейчас мне нужно вот это все разобрать. Аккуратно сложить в коробку. И он у себя хочет все это помыть. А я пока буду заниматься шабрением. Покажи. Это история как ты его восстанавливал. Да, да. Колонна, видишь, внутри выкрашенная даже. Ностальгия. Да. Век живи, век учись. Надо впитывать то, что советуют. Снял заднюю крышку. И как видите, ребята, ремни все потресканные. Так что сто процентов под замену идут. Ну разбираю дальше. Механизм выключения автоматической подачи. Аккуратно подачирую. Снял заднюю крышку. Вообще, что это ваша, вверху. Компийский. Аккуратно наручBE. И сразу еще разобраться. Компийский. Компийский. Снимаю цепи. Сейчас моя задача снять цепи. Вот эта часть, смотрите в каком состоянии все было отпущено и какой люк здесь. Надеюсь вам видно, внутри практически слизанная шпонка. Вот так это все выглядит. Жесть конечно. И ребят, смотрите внутри как разбило вал, посадочное место под шпонку. То есть она там просто уже не держится. Как это все работало я даже не знаю. Все это дело надо будет восстановить обязательно. То есть придется и там все разбирать. Коробку. Никто сзади не стоял. Меня тут отогнали от станка. Пока взяли эстафету в свои руки, сейчас будем снимать коробку. Чтобы коробка пошла, нужно сейчас удалить шплинты. Вот раз, два. Шплинты центруют коробку, чтобы была соосность с этой шестерней. А шестерня здесь, ребята, серьезная. Вы видели какая шестерня? Она специальная, такая длинная, такая мощная. Из-за того, что бабка ездит туда-сюда, чтобы передавалось вращение постоянно. Чтобы шестерни были в зацеплении. Интересно. Женька короче в шоке. Только что-нибудь снимет. Я говорю ставь обратно, сейчас ребятам будем показывать. Пальцы целые, целые, тяжелые, тяжелые, не такая тяжелая. Ну наверное я опять молодой был, маленький, ну килограмм, наверное 50. Все ребят сняли коробку и И теперь все вот это едет, все вот эти запчасти принимать химические ванны. Все это будет сейчас мыться, чиститься. Женя забирает к себе, я приеду к нему поснимаю, как это все происходит. Вот что имеем внутри, в принципе все в хорошем состоянии, более-менее чистенькое. Кстати, ребят, видите, внутри все выкрашено красной краской. И знаете это для чего, мне Женя рассказал. В общем, после литья абразив остается в металле, в чагуне. И чтобы он не сыпался потом на шестерни, чтобы потом не подвергало все износу, все просто забивается краской. Закрашивается, как бы фиксируется в металле. Вот так на заметку вам. Я сам этого не знал. Пока самое проблемное место в станке это коробка. А именно вот этот вал разбитый. Видели разбитую шпонку сплющенную. Вот как она разбила посадочное место. Я когда тебе помогу со станком, ты вернешь мне паспорт? И паспорт и все остальное. Нет, все остальное не буду. Пока только паспорт. Мой же тоже у тебя паспорт просто. Как это? Может обменяемся паспортами? Пошла коробка. Можно откручивать винты дальше. Она сама пошла уже. Коробку я сорвал. Но сначала надо снять насос. Кстати везде на станке шестигранники на 7. Это немножко неудобно. Но выручают вот такие звездочки Т45. Сетка, сетка. Это потяжелее по ходу, да? Я не помню. Это было в 2013 году. 10 лет назад. Поймал, смотри, там шестерня. Короче, вот так вот выкручиваю, 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 выкручиваю. Все, не такая же. Тоже килограмм пятьдесят. А тут кстати на шестернях отчетливо видно ржавчину. То есть в масле присутствовала вода. Снял обе коробки и осталось разобрать совсем чуть-чуть. Маслица как слеза. Сейчас немного отольем и пожарим картошечку. И сегодня нам осталось снять вот эту шестерню. И задача будет выполнена. Идет, идет, идет. Идет. Легко. Легко. Все. Все. Идет, идет, идет. Листок. Вот это да. Вот это шестеренка. Ребятки, ну что, проделали грандиозную работу. Все разобрали. За исключением электрической части. Теперь наша задача отвести все детали. Будем мыть. И я думаю многое выяснится. Продефектуем. Что какие запчасти под замену. Подшипники 100% много менять. Вы видели вал нужно искать. Ну и уже можно свободно двигаться дальше. Ничего не мешает. Шабрить. Выравнивать направляющие. Я думал как оно польется. Оно что-то то ли забито там отверстие. Скорее всего. Ребят, после разборки есть и хорошие новости. Посмотрите на верхние направляющие. Тут практически нет износа. Вот здесь даже следы шабрения заводского остались. Вот здесь немного. Есть небольшой износ. Но можно сказать верхние направляющие в очень хорошем состоянии. Мы это еще проверим. Внизу остался такой очень густой осадок. Это уже не масло, это грязь. Как-то нужно это все вычистить. Ребят, смена локации. И мы уже в мастерской. Уже не койота. Посмотрите какая красота тут стоит. А вот это мотоциклы и горешки. Когда поедешь? Сцепление надо поменять. Спалил сцепление, приехал меня в мастерскую. Вот уже часть деталей станка Женя замочил. И они откисают специальной химией. Сейчас покажу какой. Вот специальная щелочная жидкость. Это очиститель для двигателей. Это концентрат. Разбавляется водой. Примерно 2 литра на 60 литров воды. Потом детали откисают, замачиваются. Впоследствии достаются и тщательно промываются водой. Нужно быть очень аккуратным при работе с ней. Потому что она также прекрасно разъедает кожу. Обязательно используйте перчатки. Вот он хозяин мастерской. Наводит тут суету. Смотрите в каких перчатках работает Женя. 1982 года выпуска. Этого хватит, чтобы все отмыть? И Игоря хватит еще. Да? Да. Кипятильник вставляю. Нагреваю и дальше пошел процесс. Кипяток нужно добывать? Да. Чтобы быстрее. Можно конечно замочить и на 2-3 дня. И хай он там квасится. Температура ускоряет процесс. Как и везде. Давай посмотрим. И желтый что ли. Да. И красный он был. Да? А? Ты это показываешь? Да. Вот ребят хочу вам показать как уже не организованный инструмент. Себе я хочу сделать примерно так же. Мне кажется очень удобно будет пользоваться. Фишка в том что весь инструмент еще введен черным маркером. И потом не перепутаешь куда вешать его на место после использования. Удобное хранение головок. Видите? Просто лист из нержавейки и сюда раз и фиксируется. Смотрите какое чистенькое все становится. И кстати очень приятно пахнет. Тоже хочется себе такой ящичек под оснастку токарную. Очень много можно в нем разместить. У Игоря подобный ящик. Надо и себе такой купить. Вот как. Уже сушка идет детали. На резьбе. Подтянутая резьба немного. Это значит когда обувинчивали. Это можно фаску снять. Ребята смотрите как дело продвигается. Вот уже все детали которые мы забрали к Жене. Он уже их отмыл. Очистил. Просушил. И уже можно делать какие-то выводы. И первое из неприятного. Смотрите какое разбитое отверстие посадочное на шкиву. Здесь его пытались уплотнять. Варварским способом. То есть просто зубилом с обратной стороны. Как бы расплющивали. Представьте как это все било при работе. Кроме разбитого отверстия. Вот здесь в принципе с этими деталями мы уже все просмотрели. Все отлично. Здесь подшипники в отличном состоянии. Но некоторые подшипники все таки заменим. Здесь хотим поставить закрытого плана. Чтобы никакая грязь туда во внутрь не попадала. И на этом валу поставим такой же подшипник. Закрытого плана. Ходовой винт шпиндельной бабки вместе с подшипниковым узлом тоже в хорошем состоянии. Кстати смотрите что мне Женька подарил. Поднял мне настроение. В этот ящик сейчас сложим все детали. Ящик необычный. Здесь были объективы как раз для видокат для меня. Ящик мощный. Все сюда поместится. Это просто роскошь. Спасибо. Шестерни конечно. Никогда таких не видел. Сделай такой. Да может когда-нибудь и сделаю. Ответка. Ответка. А насос мы и знаешь что сделаем. Доработаем его в каком плане. Смотрите друзья. Я вам уже показывал. Пока это самое проблемное место в станке. В коробке. Вот этот верхний вал коробки передач. Видите как разбито место под шпонку. Мы решили его починить. Тем более что здесь подшипники под замену. Они все были в ужасной ржавчине. Вал снимем. Наварим тигом. Продолбим паз под шпонку. Попытаемся починить. Все это также буду показывать на видео вам подробно. Эти подшипники в отличном состоянии. Трогать их не будем. Будем менять на первичном валу. Потому что он самый нагруженный. Все разбираем. Сейчас я сухари прокерню. А тут два. Да. Когда вы разбираете и не уверены в правильной сборке. Желательно все помечать. Ну в данном случае мы накернили. И смотрите что еще выяснилось. Из-за того что здесь было биение. Разбились просто посадочные места под подшипники. Когда мы их заменим. Мы все это дело просто посадим на что же. Вот он. Вот. Это анаэробный герметик специально для подшипника. Вот это место будем ремонтировать. По царапинам на обоймах подшипников видно что они проворачивались. И просто бегали по кругу. Со второй коробкой никаких действий производить не будем. Все отлично с ней. А вот это мотоцикл Жени. Вот это его бывший мотоцикл. Кстати ему ребят 20 лет. И смотрите в каком хорошем он состоянии. Я смотрю к тебе тут публика разнообразная заходит. В этом помещении находится станочный парк. У Жени абсолютно такой же станок токарный как и у меня. 1И611П. Он его восстановил. Сейчас покажу как он тихо работает. У меня гораздо громче. Горишь какое масло нужно заливать? 2050 Газпром. Да вообще шепчет. Кашлифт 3Г71. Это полностью со снасткой по цене металлолома. Купил его лет 6 назад. Сейчас восстанавливаю. Это Каунас 2426. Координатно расточной. Модернизирую. Переделываю. УЦИ поставлю. Тут стояли оптические линейки. И из-за этого короче сестра года. Я как понял повредили их эти линейки оптические. И он стоял. На нем стоял телефон. И стоял он в комнате. Комната кстати короче регулировалась температурой от 18 до 22. То есть такой микроклимат поддерживается. Вот его родная краска. Все. И паспорт есть у меня. Это Венгер. АЛГ-100. Полностью со снасткой. Делительная. И поворотные. И вот у Жени еще один токарничек. Да. В идеальном сохранении. Но был разворованный. Е3Н-01. Вот сейчас мотор. А. Искоревший мотор. Перемотали мотор. Все. Буду скоро собирать. Скоро запустишь. Да. Глубокой зимой буду заниматься Е3Н-01. И шлифовальным. Очень удобно кстати когда на столе такая резина. Толщина ее сантиметр. Такие железяки ремонтировать. При этом стол не портится. Ее можно снять. Стол всегда в хорошем состоянии. И при этом детали не скользят по столу. Очень легко убираться. В общем наверное надо себе так же сделать. Женька давно советует. А эти подшипники под замену. Это у нас идет вал коробки подачи. Отбора мощности коробкой подачи. Купили новые подшипники. И сейчас приятный момент. Начнем сборку. На вал ставится два подшипника. С одной стороны мы оставим их открытыми. Добавим смазки. Доведем до 75%. Вот так вот соединим. И уже в таком виде запрессуем. Вот ребята смазка. Может кому-то будет интересно, полезно. Посоветовал ее Женя. Он давно ей пользуется в ремонтах мотоциклов. Она специально для высоконагруженных деталей. И для длительной работы рассчитана. Теперь шепчет просто. Посадочное место в корпусе просажено. И уже пытались сделать уплотнения. Видите какие забоины. То есть просто кернили. Сейчас мы еще дополнительно внутри намажем анаэробным герметиком. Села очень легко, но благодаря анаэробному герметику через какое-то время он отвердеет. И будет очень плотно держать подшипники в своем посадочном месте. И благодаря тому, что мы взяли закрытого типа, грязь вовнутрь больше попадать не будет. Хитрая деталь покажу вам устройство. Этот механизм сделан для защиты. Он связывает электродвигатель. Вот эта вот звездочка, цепь. А вот эта муфта уже связывает с коробкой подач. И вот этой пружиной осуществляется регулировка. Можно отрегулировать таким образом, что под определенной нагрузкой звездочка будет проскакивать. Это сделано для защиты от дурака, так сказать. Если в определенный момент будет включена подача и кто-то забудет об этом. Чтобы станок просто не сломался. То есть при включенной подаче дойдет до конца. И под нагрузкой просто будет проскакивать. Одна деталь готова? Да, отлично. Шикарная. Ребята, благодаря Жене и этой мастерской целая груза. Детали от моего фрезера готовы. Берем, хватаем. Можно везти ко мне. Работа кипит. На этом у меня все. Всем пока. Скоро увидимся. И кто еще не знаком с этим любителем триумфов? Женя Койот. Я ссылочку оставлю в описании. Ребят, заходите к нему в гости. Познакомьтесь. Полюбопытствуйте. Продолжение следует... Продолжение следует...